Буэнос Диасперция, ядерный расцветный фезарь от вашей экрана, а это значит, что сегодня у нас большой туториал по Big Reactors, часть первая. Садимся поудобнее, запасаемся ништяками и смотрим. Поехали. Итак, у меня уже собрана некая вот такая вот тестовая конструкция. Ну, скажем, это маленький вариант, потому что в Big Reactors реакторы могут быть really big. Ну, можно даже сказать, что huge, то есть огромный. Если, конечно, вам мощность компа позволяет, потому что в конфигурационных файлах мода вы можете выставить почти любой размер. По умолчанию максимальный размер реактора это 40 блоков в ширину и 64 в высоту. Но, ладно, поехали. Итак, из чего вообще у нас собирается реактор? А реактор у нас состоит из вот таких вот блоков. Так называемые блоки корпуса. Корпусные блоки называть, как хотите. Крафт вот такой. Четыре блока, фу, четыре слитка стали. Четыре куска графита, которые получаются вот так. То есть на него можно пускать и древесный уголь. Реактор из дерева, где вы такое видели? И вот эта вот штука, получаемая из руды. Из этих блоков должны состоять все ребра нашего будущего реактора. Я сделал вот такой вот маленький вариантик. В принципе, в принципе, спецификация не требует, чтобы было занято и днище этими блоками. Но тратить более дорогие блоки я смысла не вижу. Поэтому я всегда закладываю их тоже реакторными блоками. То есть вот этот вот кубик, вернее, блоки его граней. Должен быть только из корпусных блоков и не из каких других. Далее. Реакторное стекло. Стекло и корпусный блок. Нужен для того, чтобы можно было организовать какое-никакое смотровое окно. Вот как здесь. Так. Далее. Контроллер. Один на весь реактор. Именно с него осуществляется управление всей махиной. Четыре блока корпуса. Редстоун. Железо. И два слитка желтухи. Я предпочитаю называть ее так, чем... ...произносить кальку с английского, в которую язык сломаешь... Ну его. Контроллер у нас всегда один. Щелк. Дальше. Порт доступа. Опять же, четыре корпусных блока. Поршень и сундук. Ставится на любое свободное место в борту реактора. И позволяет, как мы видим, принимать топливо. Но можно переключить режим. И тогда он вместо приемки будет выбрасывать отработанное топливо. Потом расскажу, как можно сделать замкнутый цикл. Дальше. Стержень управления. Четыре корпусных. Три куска графита. Редстоун. И желтуха. Позволяет управлять подъемом и опусканием топливных стержней. Тем самым приглушая или разгоняя реактор. Когда все стержни на ноль, реактор пашет на полную. Когда все стержни на сто, реактор не будет вырабатывать энергию, даже если он активен. То есть, умело играя с этим параметром, можно подстраивать выхлоп так, чтобы реактор пахал с минимальными простоями. Ну, можно сделать простые советские качели. Ладно. Вот это вот место мы забьем стеклом. Дальше. Топливный стержень. Шесть слитков стали. Два куска графита и желтуха. Служат непосредственно для хранения топлива. Здесь у нас влезает их всего пара. Единственное, когда будете их ставить, обратите внимание вот на это. То есть, здесь должно остаться пустое пространство. Потому что сюда встают вот эти парни. То есть, вообще законченная сборка должна выглядеть вот так. Раз, два, там или сколько дальше. И венчает весь этот стержень вот этот блок. В принципе, для увеличения выхлопа можно забить пространство графитовыми блоками. Мы потом сравним, как будет работать реактор с блоками и без них. Так. Далее. Redstone порт. Четыре корпусных, четыре редстоуна и кусок золота. Служат для управления реактором, используя сигналы редстоуна. Ну вот, к примеру. Когда Остаток энергии в батарее падает ниже 65%, активируется сигнал, который запускает реактор. И как только сигнал исчезает, реактор дохнет. Это, скажем так, простой вариант. Ну, в принципе, по опыту могу сказать, что его хватает. И хватает очень-очень хорошо. На этом реакторе мы делать такую фишку не будем. Я просто показал, как это вообще может выглядеть. То есть, два порта. Короче говоря, реактор самоуправляемый. По-моему, это удобно. Вот откровимо удобно. Так. Порт доступа стоит. И последний блок это розетка. Если убрать из редстоун-порта кусок золота, получается розетка. Все очень просто. Она служит для отдачи энергии. Должна быть минимум одна. Я одну и поставлю. Раз, два. И закрываем вот это вот место корпусными блоками. Опа. Текстуру блока изменилась. Значит, реактор готов пахать. Мы видим, топлива в нем нет. Грузим. О, как раз. И активируем. Вот мы видим все основные показатели. Он потихоньку заряжается. Вот эти две кнопки. Они переключают автовыброс отработанного топлива. Если эта система включена, тогда топливо будет появляться в блоке выхода. Как раз таки это удобно для того, чтобы взаимодействовать с реактором посредством шин Applied Energetics. Что в переводе означает. Можно забить на обслуживание. Реактор сам себя и накормит, и напоит, и так далее, и тому подобное. Видите? Чуть-чуть. Каждую секунду. Выхлоп уменьшается. Связано это с выгоранием топлива. Так, то есть мы видим, ну, грубо говоря, 1150. Останавливаем реактор. Вскрываем систему. Здесь точно такая же история. Опа. И активируем. У нас было 1150. Как видим, он весело ее переплевывает. Все. Он разогнался до полного. Было 1150. Стало 1220. В принципе, не очень заметно, но реактор маленький. Как ни странно, но чем больше реактор, тем быстрее растет запас реактивности. В сравнении у этого реактора запас реактивности очень и очень крут. Но видите, в чем соль? Чем больше запас реактивности, тем медленнее при прочих равных будет выгорать топливо. Однако я не рассказал еще о водном блоке. Это порт охлаждения реактора. Если он присутствует в конструкции реактора, это значит, что реактор сам по себе давать энергию не будет. Он будет выдавать пар. Для чего? А это тема следующей части туториала. Если вкратце, мод добавляет не только реакторы, но и паровые турбины. Вы же помните один из прошлых туториалов, где мы пользовались очень хитрым эксплойтом, который позволял запустить турбину в режиме вечного двигателя? Так вот, турбина была именно из Биг Реакторс. О них я расскажу в следующей серии. Пока что крафт блока выглядит вот так. Единственное, что переключалки, как в блоке выхода, нет. Поэтому придется орудовать гаечным ключом. В качестве теплоносителя подойдет что угодно. Можно обычную воду. Можно дистиллят. И так далее, и тому подобное. И, наверное, последний на сегодня момент. Вот этот вот парень. Репроцессор. Что он делает? Мы заряжаем его, наливаем в него водички и кладем сюда отработанное топливо. Так называемый цианит. Вот. Два куска. И два куска цианита превращаются. Два куска цианита превращаются. Превращаются два куска цианита в кусок плутония, который тоже можно сунуть в реактор, причем абсолютно не выгружая желтуху, если она там есть. Она спокойно смешается и будет пахать. А можно? А можно? Устроить дестрой и с удивлением узнать, что плутоний из биг реакторс и плутоний из ИК-2 взаимозаменяемы. А это говорит нам о чем? То, что можно сделать замкнутый язерный цикл. Или с помощью кучки маленьких реакторов, которые вырабатывают энерджи-юниты из индастриала, кормить один, ну, мягко говоря, побольше. Чисто отработанным топливом. То есть плутонием. Причем плутоний все равно будет участвовать в замкнутом язерном цикле. Отход этот он все равно будет образовывать. Поэтому, если вы зарядили, скажем, стак желтухи, у вас получится затем 32 слитка плутония, затем 32 слитка плутония именно, потому что один к одному топливо выгорает. Затем 16, 8, 4, 2 и так далее. То есть дозаправлять, скажем так, по полной, когда все топливо выгорело, можно только половиной объема. Что, опять же, дает нам возможность экономить топливо. А воды... Ну, вода, в принципе, в большинстве сборок бесконечная. Ну, исключаю мою, наверное. Я специально сделал такой момент хардкора, чтобы жизнь медом не казалась. Ну и... В общем, как-то так. На этом первая часть туториала подошла к концу. Кто смотрел, всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте, предлагайте свои варианты. Ну, а пока... Пока! Продолжение следует... Продолжение следует...